Всем привет! Мы с вами снова магазин IKEA Нижний Новый Город. Меня зовут Татьяна. По вашим просьбам мы подготовили обзор по детской серии True Fast. Давайте смотреть, что это такое, зачем эта серия нужна и почему она так популярна у любителей IKEA. Давайте сначала посмотрим крупные планы. Что такое True Fast? Это модуль либо из ДСП, либо из массива дерева, и в него вставляются вот такие различные контейнеры. Контейнеры отличаются глубиной, размером, цветом. Цена соответственно разная. И модули. Модули есть, ставятся как комодики, есть навесные модули, есть вот такого плана модули пониже, есть модули в виде скамеечек и лесенок. Но чтобы не бегать, давайте параллельно буду рассказывать и показывать будем. Так, смотрите. Значит, сами каркасы делятся у нас на массив дерева и на ДСП, покрытые пленкой. Сразу хочу отметить качество. За многие годы, что мы возим IKEA на заказ в Саранск, качество True Fast немного стало хуже. Сейчас объясню, что и как. Вот смотрите. Это массив. Очень много стало сучков. Само дерево стало неоднородным. Возможно, это удешевление процесса, чтобы более-менее удержать доступным ценник, но на качество визуально, то есть вот сейчас уже такой модуль, если раньше часто сосну брали и оставляли неокрашенную, когда такую вот стилистику светло-бежевую соблюдали дома, сейчас ее красят. Уже клиенты об этом говорят, что все хорошо устраивает, но сучков все-таки много. Раз сучки, это места эти будут рассыхаться, соответственно, качество дерева стало ниже. И как оно будет в процессе эксплуатации, ну, никто этого не знает. Как-то так. По контейнерам. Пластику контейнеров тоже изменился. То есть, если раньше контейнеры были прям такие вот хорошие, твердые, у нас тоже есть эти контейнеры, но True Fast у нас нет, как-то не прижился. У нас сами контейнеры используем для всяких мелочей, они, в принципе, удобные. Само исполнение тоже стало побюджетнее, то есть, соответственно, снижает ценник или удерживает ценник. Таким образом, рентабельность увеличивает у данного сегмента. Покажи, пожалуйста, крупным планом вот вся раскладка по контейнерам. Посмотрите, то есть, контейнеры делятся на маленькие, средние, они отличаются цветами, плюс есть еще дополнительно крышки. То есть, это ценник, это размер и цвет. Ну, я думаю, вы сейчас все это увидите, посмотрите. Если что, можно зажать на паузу, чтобы сохранить себе вся информация здесь есть. Так, дальше давайте смотреть каркас из массива. Что, как, зачем и почему. Значит, на данный момент ценник где? Ценника нет. Я на память не помню его. По-моему, они разные, потому что вот массив, допустим, стоит 3 тысячи, а и этот 3. Ну, если память не изменяет, ценник... Где? Нету вообще здесь ничего. Так, ну, ценник у массива мы не нашли. Если мне не изменяет память, стоит он также 2 тысячи. Давайте сначала смотреть по массиву детально. Значит, у массива вот такие выпилы. Ну, как бы, я считаю, это плюсом. У вас ничего не отвалится. Вот при помощи таких крепежей, то есть, ставится уголок железный, прикручивается к стене и закрывается вот такой вот штучкой. Сейчас я ее покажу. И вот такой вот пластиковой штучкой закрывается. В принципе, это эстетика, да? Вот как это выглядит. Плюс вот именно этого маленького модуля. Школьникам вот оптимально повесить над рабочим столом. То есть, сюда можно и учебники тетрадки просто сложить без контейнеров, а можно и по необходимости всю вот эту мелкую детскую мелочушку, чем ребятишки пользуются. Пытаюсь найти крышку в отделе маленькую, чтобы показать вам, как это будет выглядеть закрытым, но крышки почему-то нет. Так, по нюансам сказала, да? Красить обязательно, ребят. Со временем все это темнеет, плюс фактура дерева сейчас стала такая вот... Жирные пятна появляются, да? То есть, в процессе эксплуатации, поэтому лучше покрасить сразу. Тем более, сейчас он стал не такой эстетически приятен. Ну, опять же, ценник вполне доступен, да? То есть, этот момент тоже учитывайте. Так, а вот эти дырочки у нас для чего? Для крепления, чтобы ты не перепутала, какой-то стерок где-нибудь. Они не так в жесткую сторону для вас складываются. Ну, и смысл? Вращаю, как строк, чтобы ты не перепутала. А что, именно эти дощечки ставишь вы сюда? Ну, их с этими не перепутаешь. Смотри, вот с этой стороны... А, то есть, независимо от того, с какой стороны вы ставите вот эту боковую панель. Кстати, я об этом не подумал, но это чисто мужская логика. Женщина как-то по-другому, наверное, мыслят. Так же, это новая система ПАКС. Что, с любой стороны, да? Вот, ну... Чтобы не перепутать. От нашего оператора вкладочка. Так, теперь, давайте, смотрите, следующий модуль, точно такой же, из ДСП, ДСП, пленка, обвязка ящика, полипропилен. То есть, здесь уже полностью натурального материала нет. Ценник 1999. Размеры, кстати, 99 на 33. То есть, он небольшой, он компактный. Над столом он умещается, я считаю, что очень прям замечательно и места немного. Значит, ДСПшные модули. Только белые, других цветов не существует. Какие нюансы? Если в массиве у вас выпил, то здесь будет вот такое пластиковое направляющее. С одной стороны крепится на саморез, а с другой стороны... Сейчас я покажу на примере другом, потому что там неудобно. А с другой стороны крепится вот на такой вот чопик. Чопик тоже пластиковый. То есть, вот этот массив, этот ДСП у нас, да, если мы несколько раз будем собирать, разбирать, со временем это очень быстро разболтается. Поэтому, так как здесь все-таки это не пакс, да, у которого разгон есть постоянный. То есть, собрали, поставили. Ребята, ну, старайтесь не трогать. Если часто перебирать туда-сюда, очень быстро придет негодность. Вот это все расшатается и будет болтаться. Ящики держаться не будут. Значит, сами крепления. Крепления, я считаю, довольно-таки прочные. То есть, вот, никак они не прогибаются. Если по ящикам нареканий сейчас стали поступать, что они стали потоньше, то здесь все хорошо, крепко. Вот как выглядит пример черно-белого. То есть, сочетание можно сделать любой цветовой, исходя из интерьера комнаты. По нюансам рассказал. Дальше давайте смотреть, как выглядят более-таки большие модули. Вот, например, такой модуль 46-30 на 145. То есть, это вот, я росту метр семьдесят, фактически с меня большой, полноценный, как калакс по высоте. Нет, калакс 147, да? Да, калакс 147, это 145. Здесь тоже вставочки. Помимо контейнеров, где? Есть вот такие вот полочки. Полка комплект из двух штук, стоит 600 рублей. Точно такой же материал. То есть, вот она пленка. На большую камеру? То есть, вот, кстати, часто спрашивают, как выглядит пленка. Вот пленка, которая покрывает ДСПшную мебель. То есть, закрыты края пластиком. А это пленка, как раз она таким вот образом клеится. Получается, что полка считается. Вот, кстати, да, что может со временем эксплуатации. Вот сама ДСП. То есть, оно рыхлое, обычное ДСП. Поля, ну не торг, считай, за две полки 600 рублей, да? У контейнеров все-таки функционал есть, а здесь 300 рублей полка. За эти деньги можно купить контейнер. В общем, смотрите, кстати, как можно сэкономить. Спокойно можно мебель и щит напилить. Нет, тогда-то чуть более толстая. А здесь тоненькая толщина. Ну, в общем, сэкономить не получится. Так, вот большие контейнеры. Покажи, пожалуйста, так, наверное, удобнее будет. То есть, вы составить можете, как вам нравится. Нет, ну, получается, можно ДСП сюда вырезать аккуратно. Тоненькое ДСП, да? Да. Оно рыхлое будет. Почему рыхлое? Оно ДСП верхнее. Нет, вот оно же ДСП. 8 мм ДСП выпилить и в белый цвет покрасить. А не будет зазубринок каких-то? Нет, она же гладкая. Гладкая полностью? Ну, вот вам тоже мужской совет. Я бы, например, до этого не додумалась. В общем, собрать можно как удобно, как вам удобно. Да, тут, кстати, умелые руки нужно прежде чем делать. Помимо контейнеров есть такие крышки. Потому что, когда игрушки складываете, даже вещи кто-то хранит. На самом деле многофункционально. У нас брали и для прихожей, и для детских развивающих центров. И не знаю, что девчонки на кухню даже ставили. То есть, потому что вмещался только Труфаст. Ну и пару садиков у нас. Садики добрали, в садик вообще удобно. То есть, все закрыто. Например, если карантин, все это спокойно закрывается. Потом это моется, хлоркой обрабатывается, ничего не портится. В этом плане, то есть, функционально. Плюс небольшая дырочка, через которую идет вентиляция. Так, это большой модуль. Следующий размер модулей 91 на 44. Беленая сосна и белый модуль. Так, возвращаем на исходное. Цена 3000. Все тоже самое. Отличается только размером. То есть, цена совокупно размеру. Размер меньше, цена меньше. Так, эти показали, но здесь, в принципе, про внутренность все рассказали. Вот точно такой же стоит с разноцветными. То есть, вот оно. Как хотите, так и ставьте. Но под узкий модуль маленькие контейнеры идут. Да, под узкий модуль только вот такие контейнеры идут. То есть, более глубокие контейнеры уже не идут, чтобы, например, заполнить целиком. Под большой модуль, получается, идут у нас контейнеры. Это маленький, это средний и это ведро. То есть, это вот под модуль вот такого плана. Сейчас пойдемте покажем лесенку. Мне, кстати, вот очень лесенка у Труфаста нравится. Возвращаем все на исходное. Есть вот такие скамеечки. 99 на 56 на 44. 4,699. Здесь у нас, получается, ящики три направляющих. То есть, можно повесить либо три, либо два. Либо три маленьких, либо один совсем большой один, либо два средний и маленький. Выдерживает, кстати, хорошо вес. То есть, совершенно спокойно можно использовать в коридоре. Берут иногда в детские развивающие центры в качестве, то есть, ставят сюда вот большие контейнеры, либо средний, чтобы обувь у деток складывать. И на этом можно разуваться в качестве лавочки использовать. Точно такой же модуль есть из массива. При этом массив уже дороже. Вот в таком же размере массив уже 4,999. То есть, на 300 рублей разница. И при этом у меня такое чувство, что из массива... Кстати, да. Покажи, пожалуйста, вот здесь. А хотя на мою камеру вот видно. То есть, из массива он и уже... Я только сейчас на это обратила внимание. Вот, смотрите, насколько разница между массивом и ДСП в высоте и в ширине. И, кстати, вот у этих тоже разница. Получается, все, что из ДСП, размер побольше. Из массива размер поменьше. Хотя на сайте все размеры, все это представлено. Так, и последний вариант Труфаста – это вот такие лесенки. 6 тысяч стоит массив. Здесь получается маленький кубик на два контейнера. 1, 2, 3, 4. Средний на 4. И большой на 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6. Вот, кстати, смотрите. Сколько склейки, да. То есть, места склейки... Ну, бюджетное дерево используется. Поэтому состав дерева более бюджетный. Ну, не то чтобы он крошится, то оно, конечно, не будет. Но оно более нежного обращения требует. То есть, вот он выставочник, да. Понятно, что по нему никто не лупит. Но, тем не менее, вот они есть дефекты, которые возникают. Тут вообще как будто погрызено. То есть, вот это вот, ну, учитывайте. Опять же, у массива плюс, что его всегда можно зашкурить, покрасить. И будет опять все в том же состоянии. Так, и ДСПшный каркас. Кстати, задних стенок у них нет. Поэтому поставить в качестве разделителя пространства его не получится. Ну, не то чтобы не получится. Если не смущает контейнеры, которые с обратной стороны будут, то, в принципе... Нет, все-таки, я думаю, можно его поставить. Сейчас вот прикидываю, как это будет выглядеть. Можно поставить для разделения пространства. То есть, с любой стороны можно брать... Платочку правильно поставили. С любой стороны можно брать и использовать. Ты разницу показал между каркасами? Ну, наверное, по Труфасту все. Потому что основное у Труфаста это размеры, это крепление, это виды материалов. Лесенку очень часто используют для декора детской. То есть, прямо вот лесенки составляют. Спокойно, да? То есть, можно, допустим, кровать какую-то средней высоты. Ребенок по лесенке, как по ступенчикам, поднимается. Выдержит спокойно. Вы видели? То есть, я садила взрослую тетю. Могу, кстати, вот на этот сесть. Ой! То есть, ничего не шатается. Поэтому безопасность детей в этом плане соблюдена полностью. Углы все закругленные. По этому поводу можно не переживать, ставя в детскую. Если ребятенок даже и заденет, каких-то увечий, травм сильных, ничего этого не будет. Хотя было бы желание, можно снести все. Ну что, друзья мои, по Труфасту все. Мы отправляемся дальше. Ждите новых обзоров. Обязательно пишите комментарии, не забывайте. Рассказывайте, как у вас в эксплуатации та или иная вещь. Пишите, что вы хотите увидеть дальше на канале. Ну, сейчас как-то у нас за последние два месяца выработалась практика, что мы снимаем уже обзоры только по вашим просьбам. То есть, просто которые, например, мы хотели бы показать сами. Их мы пока еще не успеваем ни снимать, ни публиковать. Ну, и небольшая такая просьба от нас. Ребят, для развития канала требуется силы и время, да? Ну, понятно, никто не скрывает, что финансы. Нам очень поможет, если вы будете просто рекомендовать наше видео, ставить лайки, чтобы было больше просмотров. Соответственно, YouTube будет больше нас любить. Ну, а мы будем для вас больше снимать, больше рассказывать. Соответственно, чем будет больше просмотров и выдачи от YouTube, тем больше мы будем ездить не только в нижнюю. В нижнюю мы приезжаем по своей основной деятельности, да? Мы будем ездить по России, не только по России, показывать вам другие IKEA. Всем спасибо, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok